добрый день друзья сегодня я хочу с вами поделиться рецептом десерта из моего детства это будет ягодный мусс этот мусс нам делали бабушки делали мамы в наше время это был пожалуй один из самых доступных десертов делается он несложно но если учесть что раньше у нас не было миксеров и я помню как мы сидели во дворе и у бабушки когда она сварила мусс ну и сбивали его вручную по очереди дети менялись пока они не собьем уже пышную массу сейчас это делается легче если у вас есть миксер это займет буквально несколько минут нам сегодня потребуется манная крупа сахар и любой ягодный мусс обычно в зимние сезоны делали из клюкиного морса летом использовали красную смородину хотя даже из яблок делается прекрасный мусс тоже можно сделать ну и для подачи нам понадобится еще молоко а сейчас мы сварим основу для нашего мусса то есть это будет манная каша на основе морса ставим на плиту кастрюльку вливаем туда наш морс и доводим его до кипения и потом будем всыпать крупу морс у нас закипает и и добавляем сахара на свой вкус тут уже ваше предпочтение насколько вы сладкий хотите получить мусс и теперь когда уже полностью закипит будем всыпать манку морс у меня уже кипит и теперь я очень маленькой струйкой буду всыпать манку и сразу размешивать я размешиваю венчиком вы можете размешивать ложкой как вы привыкли как обычно варите манную кашу мусс у нас должен получиться то есть манная каша на этом клюквенном морсе должна получиться достаточно мягкая она не должна быть очень крутая поэтому много в манке тоже не следует сыпать и варим ее теперь до готовности постоянно помешивая несколько минут у меня все это покипело где-то минуты 4 4 с половиной манка готова выключаем вот такой по густоте должна каша получиться достаточно жидкая надо учитывать что при остывании она станет немного гуще и теперь оставляем уже остыть где остыть где-то до комнатной температуры чуть теплее чтоб она была бы немного немного теплая и тогда будем ее взбивать у меня моя манная каша немного остыла она чуть теплая но не полностью холодная да очень холодной не доводите потом будет плохо взбиваться и плохо держать форму и теперь миксером или если у вас нету просто венчиком ложкой взбиваем до пышные пены мусс у вас должен увеличиться в размере и посветлеть взбиваем я взбила мусс вот такой у меня получился он увеличился в размере почти в три раза такой вот пышный белый мягкий и теперь мы отправляем уже в холодильник уже не перемешивая даем ему остыть до конца пока он не станет полностью холодной и немножко не стабилизируется если вы хотите можете сразу переложить креманки если собираетесь подавать без молока будет вам удобнее я оставляю прямо так кастрюле потом я буду брать уже этот мусс и класть молоко и вот этот мусс будет у меня плавать в молоке на поверхности ни в коем случае не перемешивайте его во время вот пока он будет у вас остывать до конца потому что потом при подаче он уже пойдет хлопьями не будет так красиво выглядеть все отправляем холодильник и остужаем до полного остывания у меня мусс постоял в холодильнике где-то около часа он полностью остыл и мы сейчас сервируем я уже положила вот такой домашний вариант то есть обыкновенно кладем мусс заливаем молочком такой воздушный десерт у нас получается пузырчатый легкий или будем сервировать уже более праздничным вариантом берем аккуратно сильно не разбалтываем его чтобы он не пошел хлопьями чтоб остался бы воздушный выкладываем в креманку вы уже могли сразу в креманке залить ну тогда молоко было бы сверху а я хочу чтобы молоко было бы вокруг муссу поэтому серверу и обычно вот таким образом видите он даже всплывает он до того пушистый и легкий все наш десерт готов и можно звать родных или подавать нашим гостям детям очень нравится такой десерт его можно принципе подойти на завтрак можно подать и на полдник мы в детстве бабушка у меня латышка и она называла его дебес манна принципе в латышеском языке это переводится как мусс воздушная манна но мне почему-то я переводила буквально и это было просто небесная манна и до сих пор я ее называю небесной манной очень воздушная очень вкусная и по-моему довольно таки интересная все если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь с вашими друзьями мне будет приятно если они тоже будут ко мне заходить в гости и обязательно пишите комментарии я бы очень хотела услышать ваше мнение все приятного аппетита и до свидания